Митрополит Антоний Блю, школа молитвы. Мы начинаем учиться молиться, и поэтому я хочу, чтобы вам было ясно, что понимаю под обучением молитвенной жизни. Это во всяком случае не попытка оправдать или объяснить все умозрительным путем, спекулятивно. Скорее я хотел бы отметить некоторые вещи, которые следовало бы знать, если хочешь молиться. Сам я считаю себя начинающим в этой области, и поэтому обращаюсь к своим читателям тоже как к начинающим. Я не говорю с людьми, которые хотят мистической глубины в молитве и метят на ступени духовного совершенства, потому что этот опыт сам ведет и сам учит. Когда Бог прорывается к нам, или мы прорываемся к Богу, что случается при некоторых исключительных обстоятельствах, либо когда мир раскрывается с такой глубиной, которую мы никогда раньше не замечали, либо в себе самих мы обнаруживаем ту глубину, где обитает молитва, откуда она может свободно потечь, то тогда уже не нужно говорить о молитве, потому что и так все ясно. Когда мы чувствуем присутствие Бога, мы стоим перед Ним и славим Его, говорим с Ним. В самом начале есть очень существенные проблемы. Это период, когда кажется, будто Бог отсутствует. Именно об этом я хотел бы сейчас поговорить. Разумеется, я говорю не об объективном отсутствии. Бог никогда не покидает нас, но об ощущении отсутствия, которое мы испытываем. Мы стоим перед Богом и кричим в небеса, но ответа не получаем. Мы поворачиваемся во все стороны, но не находим Его. Что нам об этом думать? Как это понимать? Прежде всего, нужно твердо запомнить, что молитва – это встреча и связь. И при этом связь очень глубокая. Такая связь, которая не может быть навязана ни нам, ни Богу. Тот факт, что Бог иногда делает явным свое присутствие, а иногда покидает нас так, что мы чувствуем Его отсутствие – это непременная часть нашего живого и реального общения с Ним. Если бы мы могли механически вызывать Бога на встречу, заставлять Его приходить к нам просто, потому что этот момент мы выбрали для встречи, тогда не было бы никакой связи и никакой встречи. Такое возможное воображение или эта встреча с разными идолами, которых мы часто ставим перед собой вместо Бога. Ничего похожего нельзя сделать живым Богом, как нельзя сделать живым человеком. Отношения начинаются и развиваются только с обоюдного согласия. Они свободны. Если вы посмотрите на эту связь, как на взаимную, вы поймете, что у Бога есть больше оснований жаловаться на нас, чем нам на Бога. Мы жалуемся, что Он не является к нам в те несколько минут, которые мы уделяем Ему. А что сказать о 23,5 часах, когда Бог, быть может, стучится к нам в дверь, а мы отвечаем, очень жаль, но я сейчас занят. Или вовсе ничего не отвечаем, потому что даже не слышим стука в дверь, в наше сердце, в наше сознание, в нашу совесть, в нашу жизнь. Положение такое, что нам нельзя жаловаться на отсутствие Бога. Нет у нас на то права, потому что мы гораздо больше отсутствуем, чем Он. Вторая существенная проблема – это то, что встреча с Богом всегда для нас суд. Мы не можем встретить Бога в молитве или в размышлении или созерцании. И не быть либо спасенным, либо осужденным. Я не говорю об окончательном суде с вечным проклятием или с вечным спасением. Но всегда встреча с Ним есть критический момент, кризис. Слово «кризис» происходит от греческого и значит «приговор». Встретить Бога лицом к лицу в молитве – это критический момент в нашей жизни. И слава Ему, что Он не всегда является, когда мы хотим Его видеть. Потому что вынести такую встречу очень трудно. Вспомните слова в Священном Писании, где говорится «как страшно ощутиться лицом к лицу с Богом», потому что Бог есть могучая сила, Бог есть истина, Бог есть совершенство. Поэтому первая мысль, которая должна прийти к нам в голову, когда мы физически не ощущаем присутствие Бога – это то, что Он милостив. Он не приходит несвоевременно. Он оставляет нам возможность самим судить себя, понять себя и не встретиться с Ним. Когда это означало бы для нас осуждение. Приведу пример по этому поводу. Много лет назад ко мне пришел человек. Он просил, чтобы я показал ему Бога. Я сказал, что это не в моих силах. Но прибавил, что если бы даже я мог, то не сделал бы это, потому что он не смог бы выдержать лицезрение Бога. И я сказал, что думаю, думаю и сейчас, что для того, чтобы встретить Бога, надо иметь нечто общее с Ним, нечто дающее нашим глазам способность видеть, нашим чувствам способность воспринять. Он спросил меня, на чем основывается мое мнение. Я предложил ему подумать несколько минут и сказать, «Есть ли такой эпизод в Новом Завете, который его особенно трогает?» Мне хотелось понять, какие у него отношения с Богом. «Есть», сказал он. «В восьмой главе от Иоанна эпизод с женщиной, пойманной на пролюбодеянии». И я сказал, «Хорошо, это действительно один из самых трогательных и волнующих рассказов. Теперь посидите и подумайте, какую бы роль играли вы в описанной сцене. Видите ли вы себя Господом, или по крайней мере, одним из Его союзников, полным милосердия, понимания и веры в эту женщину, что она может раскаяться и стать другим существом? «Или вы женщина, пойманная на пролюбодеянии, или один из старых людей, которые сразу отходят в сторону, потому что вспомнили свои грехи, или один из молодых, стоящих вокруг в ожидании?» Он подумал с минуты и сказал, «Нет, я чувствую себя тем евреем, который хочет не отойти в сторону, а побить женщину камнями. Я сказал, слава Господу, что Он не дает вам очутиться лицом к лицу с Ним». Это, пожалуй, особо острый пример. Но как часто мы наблюдаем нечто подобное в себе. Не то, чтобы мы начисто отвергали слово Господне или пример Господа, «Но в несколько смягченной форме мы делаем то, что солдаты во время крестных мук. Мы бы закрыли ему глаза и охотно наносили ему удары, если бы остались невидимыми. Разве мы этого не делаем в какой-то степени, когда не замечаем его присутствие и поступаем по своим прихотям, по своим настроениям и наперекор его воле. Мы стараемся ослепить его, но ослепляем самих себя. В такие минуты, как мы можем предстать перед ним. Мы можем, конечно, если мы раскаиваемся, и сердце наше разбито. Но не можем так, как нам хочется, немедленно, тут же быть принятыми с любовью и дружбой. Прочтите разнообразные случаи в Евангелиях. Люди более сильные, сильные, чем мы, не решались принять Христа. Вспомните Сантуриона, который просил Христа исцелить слугу. Христос сказал, «Я приду», но Сантурион ответил, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой». «Поступаем ли мы так? Поворачиваемся ли мы к Богу и говорим ли? Не становись осязаемой, зримой, ощутимым здесь, передо мною. Тебе достаточно сказать слово, и я буду исцелен. Тебе достаточно сказать слово, и все случится по воле Твоей. Больше мне ничего не нужно». Или вспомните Петра в лодке после Большого Улова, когда он упал на колени и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он просил Господа покинуть его лодку, потому что чувствовал робость. А робость он почувствовал, внезапно почуяв величие Христа. Так ли мы поступаем? Когда мы читаем Евангелие, и образ Христа становится непреодолимо прекрасным во всей своей славе. Когда мы молимся и убеждаемся в величии и святости Господа. Говорим ли мы когда-нибудь? «Я не достоин, чтобы Ты явился мне». Не говоря уже о тех случаях, когда мы должны осознать, что Он не может прийти, потому что мы отсутствуем и не способны Его принять. Мы хотим чего-то от Него, но не Его самого. Это ли связь? Разве мы так поступаем со своими друзьями? Заинтересованы ли мы в той пользе, которую дает нам дружба, или просто любим своего друга? Так ли обстоит дело с Господом? Давайте обдумаем, как молимся вы и я. Вспомните, какую теплоту, глубину и интенсивность приобретает молитва, когда дело идет о ком-нибудь, кого вы любите, или о чем-нибудь, что играет роль в вашей жизни. Тогда сердце ваше раскрывается, весь вы собираетесь в молитве, означает ли это, что вы любите Бога? Нет, не означает. Это означает то, что вы любите того, или то, о чем просите. Потому что, окончив жаркое, страстное, интенсивное моление о человеке, которого любите, или об обстоятельствах, которые тревожат вас, вы переходите к следующей стадии молитвы, которая лично не затрагивает вас, и куда девается ваш жар? Почему вы становитесь холодным? Что изменилось? Разве Бог охладел? Разве Он ушел и покинул вас? Нет. Это значит, что весь жар, вся интенсивность молитвы была вызвана неприсутствием Бога, ни нашей верой в Него, ни тоской по Нем, ни нашей уверенностью в Нем. Она, эта горячность, была вызвана ничем иным, как вашей заинтересованностью в Ней, в Нем или в вещи, а не в Нем, не в Боге. Почему же вы удивляетесь, что Бог не приходит к вам? Это мы не приходим к Богу. Это мы становимся холодными и чуждыми Ему, как только у нас кончается личная заинтересованность. Почему так? Да потому что Бог не так уж много значит для нас. Есть и другие причины, почему Бог отсутствует. Пока мы сами реальны, пока мы действительно то, что мы есть, Бог может что-то с нами сделать. Но как только мы пробуем стать не тем, что мы есть, уже ничего нам нельзя сказать и ничего с нами сделать. Мы становимся фиктивной личностью, мы как будто есть, а на самом деле нас нет. Мы делаемся мнимостью, а Бог не является фикцием и мнимостем. Чтобы молиться, надо быть в том, что называется Царство Божие. Надо осознать, что Он Бог, что Он Царь, и отдаться на Его волю. По меньшей мере, надо быть озабоченным тем, какова Его воля, даже если мы не способны выполнить ее. Но если этого нет, если мы относимся к Богу как богатый юноша, который не мог последовать за Господом, потому что был чересчур богат, тогда как же мы встретим Его? Часто, очень часто, единственное, чего мы хотим от Бога, это еще одного периода счастья. Мы не способны продать все, у нас есть что, чтобы купить бесценную жемчужину. Тогда как же нам получить эту жемчужину? Не ее ли мы надеемся получить? Не так ли обстоит дело в человеческих отношениях? Когда мужчина и женщина испытывают любовь, они теряют интерес ко всем прочим людям. Древние передавали это такой формулой. Когда у мужчины есть невеста, он интересуется не мужчинами и женщинами, а народом. Не то ли могло бы и должно бы случиться со всеми нашими богатствами в тот момент, когда мы обратились к Богу? Конечно, они поблекли и посерели бы, стали бы фоном, на котором вот-вот появится то единственное, что имеет значение. Мы бы стремились к одному просвету небесно-синего света на темном фоне нашей жизни, в которой всегда столько мрачных сторон. Бог готов быть вне этой картины. Бог готов все принять на себя как крест, но Он не захочет быть просто частью нашей жизни. И так, когда мы жалуемся на отсутствие Бога, не стоит ли подумать, кого в этом стоит обвинять? Мы всегда обвиняем Бога, всегда только Его. Иногда прямо Ему в лицо или жалуемся людям, что Он отсутствует, что Он никогда не бывает с нами, когда Он нужен, никогда не отвечает, когда мы зовем Его. Иногда мы более благочестивы в кавычках и говорим, Бог испытывает мое терпение, мое смирение. Мы всеми способами перекладываем суд Бога над нами в похвалу Себе же. Мы так терпеливы, что можем примириться даже с Богом. Разве это не верно? Когда я был молодым священником и произнес проповедь, одну из многих произнесенных мной в этом приходе, ко мне подошла молодая девушка и сказал отец Антоний, вы должно быть очень плохой и грешный человек. Я ответил, я разумеется плохой и грешный человек, но откуда вы это знаете? А она ответила, вы так хорошо расписали все наши грехи, как будто вы сами их совершили и потому знаете. Конечно, горькое описание грехов, которое я вам сейчас дал, известно мне по моему опыту и это мои грехи, но может они и ваши хотя бы в небольшой степени. С чего следует начать, если мы хотим молиться? С уверенности в том, что мы грешники и нуждаемся в спасении, что мы отрезаны от Бога, но не в состоянии без Него жить, что все, что мы можем предложить Богу, это наше отчаянное стремление к Нему. Мы жаждем стать такими, чтобы Бог нас принял, раскаивающихся, принял нас с милосердием и любовью. С самого начала наша молитва смиренное восхождение к Богу. С того момента, когда мы обращаемся к Богу, боясь приблизиться к Нему, зная, что преждевременная встреча с Ним до тех пор, когда Его милость осенит нас и мы станем способны предстать пред Ним, будет судом над нами и осуждением. Все, на что мы способны, это обратиться к Нему с благоговением, со всей глубиной благоговения, с глубочайшей любовью, со всем страхом, на который мы способны, всем вниманием и серьезностью, которая есть в нас и просить Его сделать нас способными на встрече с Ним, не для суда, а для жизни вечной. Я хотел бы напомнить вам притчу о фарисее и мытаре. Мытарь входит и стоит в конце храма. Он знает, что осужден, что для него нет надежды, потому что он чужой в Царстве Божьем, в Царстве праведности, в Царстве любви, потому что он не принадлежит ни к миру праведности, ни к миру любви. Но в той жестокой, яростной, безобразной жизни, которую он ведет, он научился чему-то, о чем фарисей не имеет ни малейшего представления. Он узнал, что в мире соперничества, в мире хищников, в мире жестокости и бессердечия единственной надежды остается на акт милосердия, на акт сочувствия, на совершенно неожиданный акт, который мы выводим ни из долга, ни из естественных отношений, но этот акт приостановит и уравновесит действия жестокого и бессердечного мира, в котором мы живем. Мы знаем, например, по собственному опыту, так как сам он вымогатель, ростовщик, вор и тому подобное, что бывает минуты, никогда без всякого основания, потому что с мирской точки зрения оснований для подобного поступка нет никаких, он способен ни с того ни с сего простить долг, потому что сердце его вдруг смягчается и становится уязвимым для жалости. Вину и минуту он не бросит должника в темницу, потому что его лицо напомнило ему кого-то, или его голос задел какую-то струну в его сердце. В этом нет никакой логики. Это противно взглядам общества, в котором он живет, и обычно он так не поступает. Что-то в нем вырывается наружу, и оно абсолютно абсурдно, но он не способен противостоять тому, что вырвалось. Сколько раз он сам спасался от окончательного разорения и гибели, благодаря вторжению неожиданного и невозможного милости, сочувствия, прощения. Так он стоит, затаившись в уголке церкви, зная, что храм это царство правоты и божественной любви, которому он не принадлежит и куда ему доступа нет. Но он знает по опыту, что неожиданное иногда случается, и вот почему он говорит «Смелостися, забудь законы праведности, наруш законы и религии смилуйся над нами, хотя мы не имеем ни малейшего права притязать на прощение, и даже войти сюда нам не разрешается». Я думаю, что именно с этого надо начинать нам и твердить это без устали. Вы, наверное, помните два места из апостола Павла, где он говорит, что сила его в немощи его. Но это не та слабость, которую мы проявляем, когда грешим и забываем Бога, но тот род слабости, когда мы становимся абсолютно гибкими, прозрачными, абсолютно предавшимися в руки Бога. Мы обычно стараемся быть сильными и мешаем Богу проявить свою силу. Вы помните, как вас учили в детстве писать? Мать вложила вам в руку карандаш и зажала вашу руку своей и начала водить ею. Вы совсем не знали, что от вас требуется, и поэтому рука ваша совершенно ненапряженная повиновалась движением материнской руки. Вот как я понимаю, что сила Бога проявляется в нашей слабости. Бог нас учит отказаться от ничтожного количества собственной силы, которую мы можем собрать и заменить ее слабостью подчинения отдачи себя в руки Бога. Приведу пример подобной самоотдачи. 25 лет назад один из моих друзей, отец двоих детей, был убит при освобождении Парижа. Его дети всегда терпеть не могли меня, это была ревность. Затем отцу друг. Но после его смерти они привязались ко мне именно потому, что я был другом их отца. Девочке ей было 15 лет. Пришла навестить меня в больницу, прежде чем стать священником. Я был врачом. И заметила на моем писемном столе, кроме хирургических принадлежностей и медицинских книг, книгу Нового Завета. Тогда с самоуверенностью юности она заявила, не понимая, как человек, который считается сообразованно может верить во всю эту ерунду. А ты читала Евангелие? спросил я. Она ответила нет. Тогда сказал я, запомни, что только отпетые дураки судят о том, чего не знают. После этого она прочла Евангелие и оно произвело на нее такое впечатление, что вся жизнь у нее переменилась. Она стала молиться. И Господь дал ей ощутить свое присутствие. И этим сознанием она жила некоторое время. Затем она заболела неизлечимой болезнью и написала мне письмо. Я уже стал священником и переехал в Англию. Она писала, с тех пор, как я заболела и тело мое слабеет и умирает. Дух мой оживился. И я ощущаю божественное присутствие с большой легкостью и весельем. Я ответил на ее письмо. Не надейся, что так будет и дальше. Ты скоро ослабнешь так, что не сможешь даже повернуть навстречу Богу и почувствуешь свою богооставленность. В следующем письме я прочел. Вы были правы. Теперь я так ослабела, что не могу уже сделать усилия, чтобы обратиться к Богу, и Он от меня ушел. Тогда я сказал, надо сделать нечто иное. Научись истинному смирению в самом точном и глубоком смысле этого слова. Латинское слово смирение значит плодородная почва. Но смирение совсем не в том, как оно обычно понимается. Трусливое желание почувствовать себя хуже всех, и попытка нелепым своим поведением убедить других в том, что мы сами убеждены в своем нехтожестве. смирение смирение в силу жизни, в творческую энергию. Земля открыта солнечным лучам и открыта дождю. Она готова принять всякое семя и отдать сам 30, сам 60, сам 100 за каждое зерно. Я сказал той женщине, научись быть подобной этому перед лицом Господа, покинутой, покорной, готовой принять все от людей и от Бога. От людей, конечно, пришлось принять полную меру. В течение полугода мужу наскучило возиться с умирающей женой, он ее бросил, так что на нее щедро излились всякие обиды и лишения, чем не отброса. Но Господь щедро изливал на нее свой свет и дождь, потому она и написала вскоре, я уже конченый человек, я не могу поднять себя к Богу, но он сам не сходит ко мне. Это не только рассказ для иллюстрации моих слов, в нем есть существенный смысл. В нем говорится о слабости, через которую Бог может проявить свою силу. И это случай, когда отсутствие Бога приводит к Его присутствию. Мы не можем заполучить Бога, но когда мы стоим, как мытарь или эта женщина, вне царства правоты, а только в чаянии милости, Бог может сойти к нам. Постарайтесь обдумать, что такое богооставленность, и поймите, что прежде, чем постучаться в дверь, это ведь не просто дверь в обычном смысле слова, раз Христос сказал сам, я есть дверь. Так вот, прежде, чем постучаться в эту дверь, надо твердо осознать, что мы находимся снаружи, а не внутри. Если же в своем безумии вы воображаете, что вы находитесь внутри Царствия Божьем, тогда, разумеется, нет смысла стучаться в эту дверь, чтобы она открылась. Конечно, следует обернуться и посмотреть, где же ангелы и святые, и где твое собственное место, то, что уготовлено для тебя. Но если ты не находишь ничего, кроме темноты и стен, у тебя есть все основания удивиться, что Царствие Божие так непривлекательно. Каждый из нас должен помнить, что мы еще не в Царстве Божьем, что мы только за пределами Его, как все посторонние, и только после этого спросить себя, где же дверь, и как в нее постучаться? В следующей главе мы постараемся глубже вникнуть в эту проблему. Где же дверь, и как в нее постучаться, чтобы проникнуть внутрь и стать обитателем рая, то есть место, где возможно молитва? Как стучаться в дверь? Говоря о том, как мы догадываемся о своей богооставленности, я сказал, что это является разумеется субъективным, а не объективным сознанием, что мы можем провести длительное время, большую часть жизни, воображая, что уже находимся внутри, и вести себя соответственно, а потому никогда не достиг той глубины, когда Царствие Божие раскрывается во всей своей красоте, истине и славе. Говоря, что мы внутри или вовне, я не считаю, что есть положение, когда мы вполне внутри или вполне вовне. Скорее следовало бы говорить о терминах перехода из одной глубины в другую или с одной вершины на новую. Какую бы из формулировок не предпочесть, ясно, что в каждый момент мы уже обладаем чем-то прекрасным и глубоким, но продолжаем уйти, стремясь к чему-то более глубокому и прекрасному. это надо запомнить, потому что мы исключительно богаты, даже находясь вовне. Бог дает нам так много, мы так богаты эмоционально и интеллектуально, наша жизнь так полна, что легко вообразить, будто мы уже нашли всю полноту и целостность и достигли цели своих стремлений. надо помнить, что нет конца нашим поискам, потому что всегда есть нечто большее. Возрадуемся, что, будучи нищими, мы так богаты, но будем стремиться к подлинным богатствам Царствия Небесного, не соблазняясь тем, чем мы уже обладаем, иначе мы рискуем повернуть спять от того, что находится впереди. Нельзя забывать, что все, чем мы обладаем, есть дар. Основной блаженный дар есть наша нещета. Если мы живем в согласии с этим блаженным даром, мы можем войти в Царствие Небесное. У этого дара есть два аспекта. Первый несомненный факт, что у нас нет ничего, что мы могли бы сохранить, как бы к этому не стремились. Надо осознать, что я есть ничто, и все, чем я обладаю, есть ничто. То есть наша нещета есть полная, непоправимая, безнадежная. Мы существуем, потому что некая воля призвала нас к существованию. Сами мы ничего не сделали, чтобы существовать. Это не было актом нашей свободной воли. Мы не обладаем жизнью в такой степени, что было возможно отнять ее у нас. И все, чем мы обладаем в этом смысле, есть абсолютно эфемерно. У нас есть тело, оно обречено на смерть. У нас есть ум, но стоит мельчайшему сосуду в нашем мозгу разорвать, чтобы самый величайший ум немедленно угас. У нас есть сердце, живое и восприимчивое. Приходит минута, когда мы хотим излить все свое сочувствие, чтобы утешить человека, который в этом нуждается. Но в этот момент оказывается, что в груди у нас нет ничего, чем мы вполне обладали, потому что мы не хозяева того, чем мы обладаем. И это может привести нас не к радостному сознанию своей принадлежности к Царствию Божию, а к отчаянию, если мы не усвоим, что хотя мы не обладаем ничем, чего у нас нельзя было бы отнять в некотором роде все это наше и мы им обладаем. Это и есть второй аспект блаженного дара. Мы богаты и все, чем мы обладаем есть дар и знак божественной любви, а также любви людей, что тоже является постоянным даром божественной любви. И пока мы ничем не обладаем, божественная любовь проявляется постоянно во всей своей полноте. Но все, что мы зажимаем в руке, чтобы обладать, взято из царства любви. Конечно, оно становится нашим, но любовь исчезает. И только тот, кто отдает все без остатка, кто убедился в полной, подлинной, окончательной и непоправимой умственной нищете, лишь тот обладает любовью Бога и всеми его дарами. Один из наших богословов сказал, вся пища в этом мире есть любовь Божия, превратившаяся в пищу. Я думаю, что это правильно. В тот момент, когда мы зажимаем что-нибудь в руках, чтобы разбогатеть, мы оказываемся в проигрыше, потому что пока руки у нас свободны, мы можем брать, давать, делать все, что хотим. Это и есть царствие Божие, оно в сознании полного отсутствия собственности, свободно от обладания всем либо, потому что эта свобода связывает нас с тем, что есть любовь, любовь Божия и любовь людей. Освоив эти понятия, мы можем применить их к тому, что было сказано выше. Нельзя обманываться тем, чем мы обладаем, иначе у нас появится желание построить новые амбары, чтобы накопить в них побольше добра. Ничего нельзя копить, кроме Царствия Божия. Итак, нужно освобождаться от одной вещи за другой, чтобы освободиться от богатства. Разве вы не заметили, что быть богатым означает где-то обнищать на другом уровне. Достаточно сказать себе «Вот мои часы» и зажать их в руке, как вы лишаетесь руки. Когда ваш ум сосредоточен на ваших богатствах, когда вы храните сердце то, чем вы обладаете и что стараетесь сберечь, то ваше сердце становится таким маленьким и нестожным, как та вещь, на которой вы сосредоточились. Если это правильно, то в момент, когда вы добираетесь до твердого основания, то есть когда вы осознаете, что не обладаете ни единой вещью, тогда-то вы находитесь на границе царствия небесного и убеждаетесь, что Бог есть любовь. И в этот момент для вас открываются две возможности одновременно. Молиться из глубины своей полной нищеты и заброшенности и ликовать от сознания своего богатства Божьей любовью. Но это нужно хорошо усвоить, дойти до такого понимания его, пока вы считаете себя богатым, вам не за что благодарить Бога, и вы не почувствуете его любовь. Слишком уж часто наше благодарение Богу есть только пустая форма, а наше покаяние пустое, неконкретное покаяние. однажды мне удалось испытать нечто подобное в самой неромантической и недуховной форме. Подросткам мне пришлось к кому-то ехать, и я так рассчитывал, когда ехать, чтобы попасть к завтраку. Я думал, что если я приеду во время, они не смогут оставить дожидаться в соседней комнате, и конечно уж дадут что-нибудь поесть. Но мой пояс как назло опоздал. Я приехал после завтрака отчаянно притом голодный. Со мной был мой друг. И так как оба мы были слишком слабы, чтобы возвращаться не поевшим, мы спросили, нет ли чего поесть. Нам ответили, у нас осталась только половина огурца. Мы поглядели на огурчик, потом переглянулись и подумали, неужели это все, что Бог может нам дать. Тогда мой друг сказал, надо помолиться перед едой. Я подумал, словословие за половинку огурца. Мой друг был более верующим, чем я, и религиознее меня. Так что мы прошли вместе половину перед едой, а потом еще несколько молитв на благословение пищи. И все это время я не мог оторваться от половины огурца, четвертушка которого должна была достаться мне. И наконец мы разрезали огурец и приступили к еде. За всю свою жизнь я не был так благодарен Богу ни за какую еду, как за эту четвертушку огурца. Я ел его, как священную пищу. Я ел его с глубоким вниманием, чтобы не упустить ни одного оттенка наслаждения от прелестного свежего огурца. А когда мы окончили со свежими четвертушками, я без колебаний сказал, а теперь надо поблагодарить. И мы прошли благодарственную молитву после еды. Мы не можем жить молитвенной жизнью. Не можем продвигать себя к Богу, если не свободны от обладания вещами, и руки у нас заняты, а сердце несовершенно открыто. Не так, как кошелек, который мы боимся открыть, чтобы не выронить деньги, но как пустой, потому открытый кошель, из которого нечего выронить. И наш ум тоже должен быть открыт для всего неизвестного и неожиданного. Вот такими мы бываем, когда отказываемся от обладания и потому богаты иным богатством. В таком именно состоянии мы можем сказать, что мы вне Царствия Небесного и тем не менее в нем и до предела свободны. Это относится, между прочим, и к посту. Я не говорю о посте и воздержании, которые действуют только на желудок, но о том состоянии высокой трезвости и просветленности, позволяющим нам или даже вынуждающим нас никогда не порабощать никакими вещами. Это проблема всего нашего жизненного поведения. она действует на нас, потому что здесь исходный пункт, откуда начинается грех. Один из православных писателей девятого века писал, что грехи плоти, это грехи, которые дух совершает против плоти. Плоть за них не отвечает, и по-моему речь идет о том, что надо учиться обуздывать свое воображение. Пока воображение не завладело нами, вещи для нас просто посторонние тела. Стоит воображению попасть в ловушку в плен к вещам, мы оказываемся в плену у них. Вы знаете, что существует мясо, овощи, пудинги и тому подобное. Это объективный факт, не вызывающий никаких эмоций. И вот вы спрашиваете себя, я ведь не голоден, но существует столько вкусных вещей, которые я мог бы поесть. Как мне с этим быть? Не пройдет и пяти минут, как вы обрастете щупальцами и присосками, которые тянутся ко множеству вещей. Вы будете как гулливер, привязанный к земле одним волоском, еще одним, еще одним. Каждый отдельный волосок не означает ничего, но в сумме все вместе они прочно привяжут нас к земле. Как только мы позволили своему воображению разыграться, пиши пропало. Надо сохранять трезвость и бороться за свою свободу. Есть огромная разница между привязанностью и любовью, между голодом и жадностью, между жизненной необходимостью и любопытством. Каждая из наших естественных потребностей имеет оборотную сторону двойника с грешным лицом. И таков путь нашего закабаления. Вот что я подразумевал, говоря о том, что нужно освобождать от щупалец и присосок. Для начала научитесь говорить «нет». Если вовремя не сказать «нет», то приходится вступать в длительную борьбу. Но будьте тверды в этих делах, потому что разум и независимость несравненно драгоценнее, чем рабское состояние ради мелких наслаждений. Итак, если сказано мной соответствовать истине, нам нужно постучаться в дверь. На этом этапе возникает много серьезных проблем. Была бы то дверь какой-нибудь церкви, дело обстояло бы совсем просто. Подойди и постучись. Вся беда в том, что мы не представляем себе, куда стучать. Как часто люди, желающие молиться, спрашивают себя, в чем сущность молитвы, куда обратить взор и сердце. Будь вы мусульманином, дело бы упростилось, вы бы повернулись в сторону Мекки. Но это мало что решает, и что с того, что мы смотрим на восток. Обращаясь к Богу, нельзя сосредотачиваться на вещах, потому что они меньше Бога. В этот момент, когда вы обращаетесь к воображаемому Богу, или к Богу, который вы способны себе представить в воображении, вы рискуете воздвинуть между собой и Богом самого обыкновенного идола. Эту мысль выразил уже в четвертом веке святой Григорий аназиански. Он сказал, что когда мы смотрим на какой-нибудь видимый знак, будь то крест, рака, икона, или даже невидимая вещь, Бог, каким мы его себе представляем, или Христос, каким мы видели его на картинах, если мы сосредотачиваемся на изображении, мы воздвигаем между собой и Богом барьер, потому что мы обращаем молитву к образу, который себе составили, а не к самому Богу. А вот что мы должны делать. Вспомнить все, что мы знаем о Боге, чтобы войти перед Его лицо, но при этом твердо помнить, что все, что мы знаем, это уже прошлое, и оно находится у нас за спиной, а мы стоим лицом к лицу с Богом, живым, во всей своей сложности и во всей своей простоте, с таким близким и в время неизвестным. Только если мы стоим совершенно открыты перед неизвестным, неизвестный может открыться нам, если он захочет раскрыться перед нами, такими, как мы есть в данный день и час. С открытым сердцем и открытой душой должны мы стоять перед Богом, не пытаясь придать Ему форму или заключить Его в образы и концепции своего ума. И тогда-то в таком состоянии мы можем постучаться в дверь. Где же эта дверь? В Евангелиях сказано, что Царствие Божие прежде всего внутри нас. Если мы не умеем войти в Царствие Божие внутри себя, в самой глубине наших душ, шансы на встречу с Богом вовсе очень ничтожны. Когда Гагарин вернулся из своего космического полета и сделал свое замечательное заявление, что никакого Бога Он в небесах не встретил, один из московских священников сказал, если вы не встретили Бога на земле, вы никогда не найдете его на небе. Это верно и прямо касается того, о чем я говорю. Если мы не находим Бога под своей собственной кожей, в том крохотном мирке, которым являюсь я сам, тогда очень мало шансов, что даже встретившись с Ним лицом к лицу, я узнаю его. Святой Иоанн Златоуст сказал, найди дверь собственного сердца, и ты убедишься, что это и есть дверь Царствия Небесного. Так что нам следует обращаться внутрь, именно внутрь, а не вовне. Внутрь, но совсем особым способом. Я не хочу сказать, что мы должны сделаться самопоглощенными, мы должны погружаться в себя отнюдь не тем способом, который применяется в психоанализе и в психологии. Это не путешествие во внутрь моей души, а путь сквозь мое Я, чтобы выйти из самого глубокого уровня своей личности туда, где находится Он, туда, где происходит встреча человека с Богом. Таким образом, проблема первоначальной молитвы имеет два аспекта. Первый это вхождение в себя. Второй какие слова выбрать в молитве и какое направление им придать. Поговорим о втором аспекте. Кому и к чему должно быть направлено острие моей молитвы. Часто люди пытаются кричать в небеса и удивляются, обнаружив, что небо пусто и не отзывается эхом. Но это не то место, где можно найти эхо. Один духовный писатель 7 века, святой Ян Лесвичник, писал, что молитва, слова молитвы подобны стреле. Но обладать только одной стрелой недостаточно. Если вы хотите попасть в мишень, надо иметь лук с хорошей тетивой и сильную руку, чтобы натянуть ее. Если у вас есть хороший лук, но вы не умеете натянуть тетиву, стрела пролетит несколько ярдов и упадет на землю. Если вы не натянете ее могучей рукой, вы не попадете в мишень. Нам нужен лук, тетива и сильная рука, а также сила мышц. Считая, что слова молитвы есть стрела, мы должны направить ее внутрь себя и поразить себя в глубочайшее место. И нам надо создать такие условия для стрелы, чтобы она летела со всей силой. Очень часто мы невнимательны во время молитвы, не вкладываем в нее душу. А кроме того, наша жизнь не соответствует молитве. Вот как оборачивается аналогия со стрелой, тетевой и силой. Бывают моменты, когда вы можете попытаться проникнуть и прорваться сквозь глубину, взывая к Богу, а Он в корне и в глубине всего сущего. И в такой момент вы будете ясно видеть, куда вы направляетесь и куда нацелена ваша молитва. Не вовне, а внутрь. Все глубже и глубже, сквозь все препятствия, сквозь всякий обманчивый покров, сквозь все, что мешает вам пробираться в самую глубину. Тогда молитва становится абсолютно осуществимой, но в то же время тяжким, смелым и ревностным испытанием. Прежде всего, каждый должен выбрать молитву. Это очень важно. Это так же важно, как найти нужные слова при отношении с человеком. Какую бы молитву вы не выбрали, эта молитва должна иметь ясный смысл для нас. Ни одно слово не должно смущать нас. Признаюсь, что чтение молитвенников оставляет во мне чувство смуты. Я чувствую, что если бы Бог находился здесь передо мною, я бы никогда не посмел бы сказать ему все эти плоские вещи о нем и сообщить о нем все то же, что он знал много прежде чем я родился. Итак, нужно выбрать молитву, ибо если вас смущает молитва, Бог может огорчиться за вас и за вашу молитву, потому что вы не способны произнести ее от всей молитву, достойную вас и достойную Бога. Я говорю достойную вас и достойную Бога, потому что если она хороша для вас, Бог может принять ее, но если она не хороша для вас, не надоедай Богу. Он слышал лучшие молитвы, это. Только не надо искать необыкновенных слов. Одна из опасностей молитвы это попытка найти слова, которые будто бы находятся на уровне Бога. К несчастью, никто из нас не находится на уровне Бога, так что подобные попытки обречены на неудачу, и вы зря будете тратить время, пытаясь найти подходящие слова. Не пытаясь исчерпать эту тему, я хочу дать вам образ того, какая служба или слова службы имеют ценность. В еврейских легендах о жизни Моисея есть замечательный эпизод. Моисей в пустыне встретил пастуха. Он проводит с ним целый день и помогает ему доить овец. А к концу дня видит, что пастух сливает лучшее молоко в деревянную чашу и ставит ее на плоский камень на некотором расстоянии от жилища. Моисей спрашивает для кого это молоко а пастух отвечает это божие молоко. Моисей несравненно более искушенный и интеллектуальный чем пастух с его наивной верой задает лукавый вопрос и бог пьет твое молоко? Да отвечает пастух он выпивает его. Тогда Моисей своим долгом считает просветить пастуха и объясняет ему что бог будучи духом не пьет молока но пастух убежден что бог выпивает молоко. Они спорят и Моисей убеждает пастуха спрятаться в кустах и проверить действительно ли бог выпивает молоко. Моисей уходит моиться в пустыню а пастух прячется и при свете луны видит маленькую лисичку. Она выходит из пустыни оглядывается направо и налево и подбегает прямо к молоку вылизывает его и убегает обратно в пустыню. На следующее утро Моисей находит пастуха смущенного и в огорчении. В чем дело спрашивает он? Вы правы отвечает пастух Бог чистый дух и он не нуждается в моем молоке. Моисей удивлен его печали. Ты должен радоваться говорит он. Ты теперь больше знаешь о Боге чем раньше. Да отвечает пастух но единственное что я мог сделать чтобы показать Богу свою любовь оказалось непригодным теперь. Она отнята от меня. Моисей понимает пастуха. Он удаляется в пустыню и погружается в молитву. Ночью во сне к нему приходит Бог и говорит Моисей ты был неправ я действительно дух но я всегда принимаю с благодарностью молоко пастуха как знак его любви но будучи духом я не нуждался в молоке и потому делил его с маленькой лисичкой и она очень любит молоко я пытался объяснить вам во первых что молитва должна быть истремлена внутрь себя не к далекому Богу на небесах но к Богу который так близко от нас что мы не в состоянии себе это представить во вторых первое что нужно сделать это найти такие слова молитвы которые не смущают нас чтобы они выражали и были достойны нас а тогда поднести их Богу со всей сосредоточенностью и умом на которые вы способны вложите все свое сердце насколько вы способны в акт богослужения в акт познания Бога в акт любви который является милосердием в акт который требует всех ваших умственных душевных и духовных способностей чтобы этот акт целиком предоставлял вас такими представлял как вы есть первое поэтому что я предлагаю это вы решите какие слова молитвы представляют ценность для вас чтобы вы могли предложить их Богу причем все равно ваши ли это слова или принадлежат кому-нибудь другому спросите себя можете ли вы сосредоточиться на этих словах ибо если вы не способны быть внимательными произносимым вами словам почему Бог должен отнестись к ним со вниманием почему должен он принять их как слова любви если вы не вкладываете в них душу если вы вложили в них только известную долю вежливости с известной долей рассеянности если вы научитесь молиться и произносить молитву выбранную вами в минуты когда отдаете все свое внимание присутствию Бога тогда уверенность в его присутствии так растет в вас что быть вы с людьми слушая их и разговаривая с ними или одни работая эта уверенность становится так сильна что даже находясь среди людей вы можете молиться вместе с нашими духовными писателями можно сказать что одни проще и грубее зато выражают сполна все что могут дать другие же более возвышенны как не прост и не груб человек он все же личность и представляет собой нечто один из величайших духовных писателей Феофан Затворник сказал ощущение присутствия Бога у вас должно быть столь же ощутительно как зубная боль когда у вас болит зуб вы не забываете об этом ни на одну секунду что бы вы ни делали разговаривали читали скреблили что-нибудь пели словом делали что угодно зубная боль все не покидает и вам не уйти от боли вызвавшей ее присутствие он говорит что такова должна быть и боль в нашем сердце я не говорю о физическом сердце но о нашей сущности и эта боль является постоянным стремлением к Богу чувством почему я один где же он и особенно в те минуты когда мы потеряли ощущение связи с ним во время молитвы более высокий способ выразить эту мысль таков таков когда у нас есть большая радость и большое горе и печаль обрушилась на нас мы не забываем о них даже в часы дневной суеты мы слушаем что нам говорят делаем работу читаем словом делаем все что нам полагается а боль от потери или сознания радости не покидает нас ни на минуту таким должно быть и чувство присутствия Бога если чувство присутствия так ясно как это то мы можем даже молиться за работой даже занимаясь посторонними вещами мы можем молиться делая физическую работу но молитва возможно и на людях когда мы разговоры слушаем заняты чем-нибудь связанным с этими людьми но как я уже говорил такое состояние не приходит само собою и я думаю что нужно сперва себя обучить молитвенной сосредоточенности или точнее отчаянию и тоске потому что в таком состоянии мы можем отдать молитве хотя так легко стать невнимательным и соскользнуть от сосредоточенности в ленивую дрему во время молитвы начнем с того что научимся молитвенному вниманию неколебимости любви к Богу и полной покорности Его воли в те минуты когда мы способны от всей души отдать молитве во всей цельности сознания самого себя а тогда лишь можно попытаться перейти на другой уровень мы продолжим эту тему в следующей главе показав как выбрать одну или две молитвы чтобы пробиваться сквозь собственную глубину в ту сторону где находится Бог в добавлении к этому я скажу что это требует упражнения не забывайте про маленькую лисичку она может оказаться полезной для вашей жизни и молитве и поскольку мы заговорили о лисицах я предлагаю вам проще про другую лисицу в книге Сент-Экзапери маленький принц о том как подружиться с существом очень чувствительным робким и чрезвычайно ранимым вхождение вовнутрь я говорил что одна из проблем которые мы все должны разрешить для себя это куда направить свою молитву ответ предложенный мной таков направить молитву внутрь себя пока наша молитва обращаемая к Богу не станет важной и полной смысла для нас самих вы не сможете довести ее до Бога если вы невнимательны к словам если ваше сердце не отзывается на них если ваша жизнь не повернута в том же направлении что и ваша молитва вы не сумеете прорваться к Богу поэтому надо первым делом выбрать молитву в которую вы способны вложить всю вашу душу весь свой ум и всю свою волю молитву которая вовсе не должна быть образцом литургического искусства но в ней должно быть нечто истинное и близкое тому что вы хотите выразить надо понимать эту избранную молитву во всей ее точности и богатстве в отношении молитв нужно заметить следующее у нас есть три пути первый спонтанная молитва изливающаяся из самого сердца можно еще использовать краткие молитвы с призывами они очень коротки очень напряженные и интенсивные в своем содержании и настолько широки что могут вместить любой смысл мы можем взять также то что иногда называют и это неприятно звучит готовые молитвы а среди них есть плоская продукция людей которые желают во что бы то ни стало сочинять молитвы на все случаи жизни но наряду с этим и молитвы святых в которых выразился их глубочайший опыт и они не сами изобрели эти молитвы а святой дух вложил молитвы в их жизнь в их помыслы и слова я хотел бы коснуться всех этих трех категорий спонтанная молитва возможно в двух ситуациях либо когда мы живо убеждены в присутствии Бога когда эта уверенность вызывает в нас стремление воздать Ему хвалу когда обуревающая нас радость толкает нас на словословие на всю отдачу на которую мы способны оставаясь самими собою и глядя на Бога живого или когда мы внезапно осознав свое положение находимся в смертельной опасности потому что приблизились к Богу и кричим от всей глубины и заброшенности да еще от сознания что нет надежды на спасение кроме как на одного Бога оба эти состояния являются как бы полярными осознание всей безнадежности положения в котором мы находимся безбожные одинокие стремящиеся но не способные прорваться к Нему или чудо когда мы сознаем что Бог с нами когда мы можем молиться спонтанно и выбор слов мало что значит мы можем просто повторять радость радость мы можем твердить любые слова потому что слова уже не играют роли а только поддерживают состояние радости или отчаяния мы говорим в таких случаях безумные слова о своей любви и о своем отчаянии вы помните отрывок из Евангелия о преображении когда Петр говорит Христу если хочешь сделаем здесь трекусь и тебе одну Моисею одну и одну Ильи Евангелист говорит что он лепетал бессмысленности потому что был вне себя он увидел нечто столь потрясающее что выпалил первое что пришло ему на ум и выражало его чувства если вы думаете что способны спонтанно молиться всю свою жизнь вы впадаете в ребящее заблуждение спонтанная молитва должна излиться из души нельзя просто открыть кран и выпустить ее она не всегда наличистует чтобы мы могли в любую минуту воспользоваться ею она приходит из недр души либо от восторга либо от отчаяния но ее не вызвать при средних обстоятельствах при которых мы не поражены присутствием Бога или не потрясены сознанием собственного ничтожества когда вдруг понимаем кто мы есть и в каком находимся положении попытки спонтанной молитвы при обычных обстоятельствах является вполне иллюзорным занятием бывают длительные периоды когда вы находитесь не на дне моря и не на вершине горы когда вам приходится сделать что-то чтобы начать молиться и в такие периоды нет и речи о спонтанной молитве а вы молитесь вполне сознательно это очень существенно потому что многие люди вступая в молитвенную жизнь думают что они лишены искренности если не переживаются все силы слова молитвы это полное заблуждение человек может быть вполне искренним при совершенном ясном сознании и прямоте своей воли хотя в некоторые минуты эти слова и жесты не вполне выражают его настроенность вот пример который пришел мне в голову предположим вы живете в семье а работаете где-то вне дома причем труд у вас изнуряющий и вы приходите домой совершенно замученный и вот когда вы вошли ваша мать сестра отец или кто бы то ни было спрашивает вас ты любишь меня а вы отвечаете да люблю спрашивающий не удовлетворяется ответом ты действительно любишь меня вот сейчас в эту минуту ваш ответ мог бы быть и это была бы чистая правда сейчас я не чувствую ничего кроме одуряющей усталости и боли в спине но вы говорите я люблю тебя и вы совершенно правы отвечая так потому что знаете что под всей этой усталости есть живой ключ любви и когда христос сказал что любящие его будут соблюдать его заповеди он не обещал им что они будут переходить из одного экстаза в другой из одного восторга в другой от одного теологического отравения другому откровению нет он просто сказал кто любит меня тот соблюдет слово мое а соблюсти слово всегда значит стараться достичь всегда более высокого уровня чем если бы вы поступали совершенно спонтанно и так есть нужда в молитве не спонтанной а основанной на убеждениях ее надо найти среди множества существующих молитв у нас есть богатейшее собрание молитв внушенных людям в минуты религиозного экстаза святым духом к примеру у нас есть псалмы множество кратких и длинных молитв литургическое богатство всех церквей из которого мы можем черпать следует выучить наизусть и запомнить достаточное количество таких молитв чтобы в всегда нашлась подходящая значит надо знать на память достаточно значительно отрывков из псалмов и молитв святых каждый из нас чувствителен каким-то текстом отметьте карандашом эти отрывки западающие вашу душу волнующие вас они имеют для вас смысл потому что выражают нечто известное вам по собственному опыту о чем бы они ни были о грехе о радости о боге или о борьбе их то нужно выучить наизусть потому что когда-нибудь в день упадка когда ни одно спонтанное слово не приходит на ум вы узнаете что слова молитвы поднимутся в вашей душе окажутся даром божиим даром церкви даром святости восполняя в вас то что вызвано упадком сил вот в такие дни вы нуждаетесь в молитвах которые выучили чтобы они стали частью вас самих в православной церкви есть утренние и вечерние молитвы которые длиннее тех что произносятся кем-либо на западе они должны были занять полчаса утром и полчаса вечером надо попытаться выучить их чтобы в нужный момент взять что-нибудь из них но выучить молитву наизусть недостаточно надо вжить в нее и жить по ней если вы не вжились в молитву и молитва и жизнь не переломились не переселились в единый клубок да молитва бывает чем-то вроде вежливого мадригала который вы обращаете к Богу когда хотите посвятить ему сколько-то времени если в утренний час вы произвели какую-то фразу вам надлежит весь день жить согласно этой фразе я считаю что вообще кроме того чтобы выучить наизусть столько значительных отрывков сколько вы способны следует завести себе правило запоминать отдельные фразы поразившие вас из ветхого и нового завета из литургии а затем упорно повторять их в течение дня столько сколько можете вы вообразите что взяв такую фразу вы можете прожить весь день согласно ей только знайте что это исключительно трудно если вам удавалось прожить один единственный час по одной фразе из молитвы не нарушив ее вам повезло но пытайтесь сделать это говорите я прочел эту молитву и сердце мое созрело о господи в течение полчаса я буду чтобы сердце мое было открыто господу и готово повиноваться его воле только полчаса а потом дайте себе передышку и отдохнитесь занявшись чем-нибудь другим потому что если вы попытаетесь дальше жить по одной фразе которая полна смысла и абсолютная вы в конце концов скажете не могу больше и не станете больше ничего делать если вы скажете себе у меня есть три четыре или пять фраз как образцы я буду стараться применять их в течение дня до пяти часов утра одну затем другую затем третью вы постепенно вникнете слова в их сокровенный смысл те чувства которые вложили в них святые отцы и они станут живыми для вас войдут в вашу душу и организуют вашу волю и ваше тело потому что ваше тело именно его вы должны подчинять заповедям иногда не может случиться что вы скажете может так случиться я не могу прочувствовать этих слов если в словах выражено основное положение веры но они не вызывают у вас никаких чувств а обратитесь с раскаянием к Богу и скажите это основа моей христианской веры а я ничего не чувствую и в этот момент бывает что человек внезапно переходит к спонтанной молитве у вас есть потребность выразить Богу свою печаль свое огорчение и недовольство собою и у нас появляется желание сказать Богу истинную непрекрашенную правду и что ваша душа сопрягается с его волей и наконец мы можем повторять вслух более или менее постоянно одну молитву которая служит как бы фоном или посохом в течение дня или в течение жизни часто так поступают члены православной церкви это то что мы называем Иисусовой молитвой центром который является имя Христа Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй имя грешного эту молитву повторяют монахи и монахини а также и наши миряне это молитва устойчивости и постоянства ибо эта молитва не дискурсивная в ней нет перехода от одной мысли к другой эта молитва ставит нас перед лицо Бога потому что вы исповедуете веру в Него и она определяет положение в котором находится молящийся по мнению многих святых и аскетов в этой молитве заключена вся сущность Евангелия мы исповедуем божественную природу Христа его державную власть над нами то что он наш Господь и Бог это означает что вся наша жизнь находится в Его воле и что мы предаемся Его воле и не всему другому называя Иисуса Христом мы утверждаем истину воплощения и все что ведет за собой воплощение Христос в котором мы видим воплощенное слово согласно Ветхому и Новому Завету есть посланник Ягвы в этом полное исповедание веры он Сын Божий но это не только исповедание веры в Христа но и в Троицу потому что мы называем Его Сыном Отца а никто не мог бы узнать в галилейском пороке Сына Божьего отчеловечившегося и воплотившегося если бы Дух Святой не показал бы нам не научил нас поклоняться Ему и предать себя Ему в руки и так здесь мы имеем четыре члена символа веры что мы произнося эти слова становимся перед лицом Божиим в истине и исповедуем Его свою веру в Духе и наконец помилуй нас я так подробно разбираю эту краткую молитву потому что во всех современных европейских языках она приобрела более узкий смысл чем в древних Часто мы произносим слова молитвы полные глубочайшего смысла но не подозреваем какое в них вложено богатство мыслей потому что берем слова в их обычном каждодневном употреблении а они могли бы глубоко отозвать в наших душах если бы только мы связали их с тем что нам уже известно я хотел бы привести вам пример который бы мог возмутить классиков и богословов потому что филология в моем примере сомнительна и потому что он основан на игре слов которые употребили греческие святые отцы а они великолепно владели языком и не боялись игры слов многие из нас в трудные минуты говорят кири элейсон что значит помилуй меня словосочетание это для нас знакомо и мы приблизительно представляем себе что говорим в основном это призыв к богу с просьбой о милосердии сочувствии и духовной теплоте вот мы и дошли до пункта в котором я могу разойтись со специалистами по классическим языкам потому что многие из них производят слово элейсон от елея оливкового масла предоставим языковедческие проблемы языковедам и посмотрим к чему приведет точкое зрение основанное на священном писании произнося кири элейсон мы можем довольствоваться прямым смыслом то есть призываем к милосердию божьему но будем ли мы удовлетворены этим сможем ли мы вложить в этот призыв всю свою жизнь поскольку эти слова мало что значит в нашей повседневной жизни но если мы подумаем об оливковом дереве в ветхом завете и новом мы увидим следующее впервые олива вернее веточка оливкового дерева упоминается в ветхом завете в конце рассказа о потопе ее приносит голубка ною не тот ли голубь реял над иисусом в момент крещения ветка олива означает что гнев божий улегся что дано прощение и перед людьми открываются новые возможности таково первое положение но нам недостаточно того что перед нами раскрыт путь мы не всегда можем пройти по нему скажем если у нас болит сердце ослабела воля или мы немощны духом и телом и наконец мы не всегда можем различить путь мы нуждаемся в исцелении поэтому вспомните масло которым добрый самарянин помазал раны человека покалеченного разбойниками исцелительная сила Бога дает нам возможность использовать ее когда гнев его утих и мы просим о даре прощения который обещан о даре времени и пространства и конечно о вечности другой образ навсегда нам надвивает нам помазание царей священников которые среди сынов Израиля были призваны стоять на пороге между миром божественным и человеческим между единством и гармонией мира Божьего и между раздробленностью и слаженностью не говоря уже о трудностях и враждей мира людей чтобы стоять на пороге человеку недостаточно собственных сил он должен обладать особым даром этот дар давался при помазании царям и священникам но согласно новому завету все мы каждый из нас священник и царь и наше призвание как людей как христиан выше того о чем смеет думать человек священник стоял между единством и гармонией мира Божьего и между раздробленностью и сложностью не говоря уже о трудностях о вражде мира людей мы призваны стать и быть живыми членами тела Христова храмами на почве чистой и достойной святости Духа и еще нам надлежит быть носителями божественного начала все это превыше наших сил но мы должны быть людьми и в полной мере в самом глубоком смысле как христианство понимает человека в образе вочеловечившегося Сына Божьего для этого нам нужна милость и помощь Бога это ясно из последнего рассуждения и так если бы мы рассуждали с подобной простотой то нужен для этого только словарь Библия и мысль и случись нам обдумать с той же простотой и прямотой слова других молитв мы бы убедились как они вырастают и какого высокого интеллектуального уровня они достигают при полном понимании тогда бы мы произносили слова молитвы с большим вниманием и молитва не воспринималась бы нами как набор пустых слов или символов истинный смысл которых утерян тогда прежде чем произнести Кири Элейсон Господи помилуй нас Господи излей на меня Твою милость Твою любовь и Твое сочувствие мы бы раньше подумали в каком мы находимся положении неужели мы уже пали до самого низкого уровня открывается ли перед нами бесконечные возможности которых мы не можем использовать из-за того что мы так тяжко изранены или мы исцеленные и перед нами столько высокое призвание что мы не смеем думать о нем потому что оно выше нас но все можно понять лишь Господь даст нам силу однако это требует точного употребления слов и такого употребления слов чтобы они выражали наши чувства а также чтобы слова вобрали себя всю глубину и интенсивность нашей личной жизни но если слова которые мы употребляем не имеют соответствия в нашей жизни если разобщены с ней они останутся лишенными значений и бесплодными подобно стреле которую нельзя пустить из-за отсутствия тетивы совершенно бесполезно просить Бога о том к чему мы сами еще не подготовлены если мы просим Господи избавь нас от этого искушения а сами ищем пути как бы подать этому самому искушению надеясь что Бог увидит и выручит нас у нас очень мало шансов что Бог нас услышит Бог дает нам силу но использовать ее мы должны сами когда в молитве мы просим Бога дать нам силу чтобы сделать то или и это мы не просим чтобы Он это сделал за нас потому что мы слишком слабы чтобы самим затратить усилия и совершить то что нужно в этом смысле показательны жития святых в житии святого Филиппа Нере описан именно такой случай он был гневлив легко ссорился и впадал в ярость а потому много терпел от своих братьев однажды он почувствовал что так продолжать все не может в житии не говорится самому ли стало стыдно или братья противили ему что он больше не мог их терпеть известно что он побежал в сисовню пал ниц перед статуей Христа и стал молить об избавлении от гневливости вышел он из сисовни преисполненной надежды первый кого он встретил на выходе был один из его братьев который раньше не вызывал в нем приступа ярости но впервые этот брат проявил агрессивность и не понравился Филиппу Нере он весь вспыхнул от гнева и пошел дальше а тут встретил другого своего брата бывшего всегда для него утешением и миротворцем но даже этот человек ответил ему грубо когда Филипп вернулся в часовню простерся перед статуей и сказал о господи разве я не просил тебя избавить меня от гнева на что Господь ответил ему да Филипп и поэтому я умножаю случаи которые вызывают твой гнев чтобы ты научился бороться с ним я думаю что нам важно знать что Господь будет действовать именно таким путем вы не можете желать чтобы его распинали каждый день ради вас бывает момент когда нам приходится взваливать на плече наш собственный крест каждый из нас должен нести свой крест а когда в молитвах мы о чем его просим мы потом прилагаем к делу всю свою силу весь свой ум и энергию на которые способны а также смелость и энтузиазм вдобавок мы действуем благословясь зная что и спросили у Бога благословение и Он даст нам силу для выполнения своего дела если же мы поступаем не так то время потраченное на молитву пропало даром это значит что Господи помилуй и другие слова молитвы могут быть обращены против нас наш Дух должен оформиться образоваться благодаря этим словам исполниться ими гармонизироваться в соответствии с ними мы должны воспринять их всем сердцем с полной убежденностью и произнести их со всей силой на которую способны а наша воля тогда завладеет ими и переведет их в действие значит молитва и действие это две стороны одного предстояния перед Господом если что нибудь не так все это напрасная трата времени что за смысл говорить Богу о делах и поступках а когда он дает силу для действия тихонько сидеть поодоле ждать чтобы он все выполнил за нас что за смысл расточать Богу обиджалые мертвые лишенные смысла слова разве это не равносильно паутине которые мы растянули между собой и Богом из этого следует выбирать тщательно слова выборов сосредоточь на них внимание потому что они слова истины и Бог их услышит потому что в них истина вложи в них все свое сердце сделайте слова живыми и трепещущими и интеллектуальной силой потому что в них истина и старайся чтобы они проникли в самую глубину твоей души слова молитвы обладают способностью всегда быть формулами обязательства вы не можете произвести молитву не включая в нее следующие обязательства я говорю это потому что совершу это как только представится случай когда вы говорите Богу Господи спаси любой ценой и помилуй помните что вы должны вложить в них всю свою силу потому что настанет день когда Господь скажет вот цена плати древние писатели говорили отдай Господу свою кровь пролей ее и он вознаградит тебя духовным даром вот это цена откажись от всего ради царствия небесного откажись от порабощения и станешь свободным так как наша воля уже включилась не только в молитву но и во все ее последствия то такое должна стать и на ваша плоть потому что человек не просто дух заключенный на время в плоть он существо состоящее из духа и плоти единый в своей двоякости вот каков человек в молитве необходимо физическое усилие к нему относится напряженное внимание и ваша поза во время молитвы сюда же входит пост если вы так разжирели что не можете молиться то поможет только пост если мы хотим уйти поглубже внутрь себя как человек буравит землю чтобы добыть что-нибудь из ее недр нам придется пойти на риск и этот риск заключается в том что бурать внутрь себя очень трудно а с виду это кажется просто мы все думаем что мы глубоки и чем глубже мы раскроемся тем будем прелестнее однако это далеко не так когда мы уже дошли до какой-то глубины это становится правильным но пока мы пробираемся вглубь дело обстоит далеко не так и больше всего напоминает поиски Грали на пути нам встретятся всякие чудовища и они совсем не наш постоянный сосед дьявол а именно простые чудовища и это делает все особенно трудным и неприятным вообще говоря страх жадность и любопытство служат нам стимулом к жизни вовне французский ученый работавший в Америке выпустил книгу под названием человек это неизвестный и в ней он пишет что если мы спросим себя где границы личности то увидим что язык жаднюги вытянут навстречу всем съедобным вещам и покрыт присосками глаза любопытного вытаращены щупальцы и шныряют во все стороны уши подслушивающие вырастают длинными и хлопая уходят вдаль если бы вам зарисовать себя в таком виде вы бы заметили что внутри не останется почти ничего а все выходит и все вывернуто наружу значит первое что нужно сделать это вобрать в себя присоски вы не можете погрузиться в глубину если все торчит у вас наружу научитесь еще некоторым полезным вещам попробуйте определить сколько времени вы можете выдержать наедине с самим собой закройте дверь и останьтесь в комнате одни скажите себе я теперь один и посидите с самим собой скорее всего через самый короткий промежуток времени вы страшно соскучитесь из этого можно сделать существенный вывод если побыв наедине с самим собой 10 минут вы уже соскучились то каково же другим в вашем обществе разве удивительно что они еле подавляют зевоту почему же так получается потому что у нас слишком мало материала для мыслей эмоций жизни подумайте над своей жизнью и вы увидите что вы почти не живете изнутри наружу мы только отзываемся то на один то на другой раздражитель иными словами мы живем отражая и реагируя что-то случается и мы отзываемся кто-то заговорил и мы отвечаем представленные самим себе когда убраны все раздражители побуждающие нас думать говорить действовать мы замечаем как мало в нас побудителей к какому-то бы ни было действию это настоящая драма такое открытие сами мы совершенно пусты действуем не по внутреннему побуждению и принимаем за свою жизнь ту которая питается соками извне мы привыкли к тому что случались вещи которые побуждают нас действовать как редко мы живем по той глубине богатства которые признаем вполне своими у диккинса в пиквинском клубе есть хорошее место являющееся отличным описанием жизни вероятной нашей жизни мистер пиквик едет в клуб он нанимает кэпы по дороге задает извозчику неисчислимое количество вопросов среди них есть такой скажите мне каким образом такая тощая горемычная кляща тащит такой большой тяжелый экипаж кучер отвечает дело не в лошади а в колесах а мистер пиквик недоумевает что вы хотите этим сказать кучер объясняет у нас такая великолепная пара колес и они так хорошо смазаны что лошади только стоит шевельнуться как они начинают катиться и она бедняга должна бежать сломя голову подумайте как мы живем изо дня в день мы не лошадь которая тянет повоз а клятие бегущее со всех ног чтобы не попасть под колеса поскольку мы не знаем как поступать без внешнего стимула мы открываем что нам ничего с собой делать нечего и потому нас охватывает неистовая скука прежде всего научитесь оставаться наедине с собой и переносить скуку делая из этого все соответствующие выводы вскоре это становится хуже чем скука ведь мы не просто скучаем мы не способны сказать я человек активный и нужен своему соседу я всегда делаю добро и для меня бездействие когда я ничего ни для кого не делаю является тяжким испытанием и нам открывается еще кое-что мы чувствуем ужасную скуку когда пытаемся избавиться от скуки заглянув себя вовнутрь и узнать нет ли чего там что может положить конец неопределенности и тут же выясняется что там нет ничего потому что то что у нас есть что подумать уже давно обдумано и не раз а десятки раз мы об этом об этой крохе уже думали все оттенки чувств имеющиеся у нас в запасе напоминают рояль с запертой крышкой потому что этот рояль сам по себе не привык играть нам нужно чтобы кто-нибудь другой нажимал на клавиши но мы не привыкли к бездействию и нам становится не по себе а это может привести к душевным мукам если вы посчитаете отшельников у которых был подобный опыт или монахов проведших всю жизнь в монастырях вы знаете что бывали минуты когда они взывая о помощи выбегали из своих келей и искали людей кого угодно лишь бы уйти от одиночества с дьяволом было бы легче чем в этой пустоте самопознание один из духовных писателей Феофан Затворник писал Большинство людей напоминает кусок древесной породы закруглившейся вокруг центральной пустоты то есть дупла если мы вполне честны нам придется признать что такое таково большинство из нас нам надо будет побороть душевную муку и сказать себе нет я не сдамся я пройду через все и дойду до того что тоска заставит меня делать то на что я просто по доброй воле не сумел пойти конечно приходит момент когда в тоске смятение и страхи о которых мы глубже погружаемся в себя из нас исторгается крик господи сжалься я погибаю господи спаси и помилуй мы открываем что у нас нет ничего что способно дать жизнь или вернее нет жизни что все что мы воображали жизнью находилось снаружи а внутри одна пустота мы глядим в бездну ничтожной пустоты и сознаем что чем глубже тем меньше от нас остается это опасный момент и здесь следует заметить замедлить а не идти дальше без колебаний на этом этапе мы достигли первого уровня когда можно постучаться в дверь потому что на том уровне где мы только отдыхали от своего соседа и еще не скучали на том уровне где мы почувствовали скуку и нам стало стыдно что мы скучаем где мы начинаем беспокоиться и огорчаться а затем чувствуем некоторую тоску у нас еще нет оснований для крика и вопля отчаяния которое заполняет всю нашу душу наше сердце и нашу волю все наше тело так что остается лишь вопить и кричать потому что мы преисполнены уверенности что мы погибли если Бог не придет к нам на помощь ибо если я выйду с этой глубины попросту вернусь в мир мнимостей в мир отраженной а не реальной жизни это пункт с которого мы можем начать стучаться в дверь хотя она еще закрыта но уже есть надежда подобная той которую почувствовал в Артемеи слепец у ворота Иерихона когда там проходил Христос мы знаем из Евангелия что в Артемеи сидел на обочине дороги совсем слепой вынужденный просить милостыни на пропитание не надеявшийся на людское милосердие что означает милое сердце доброта но на тот вид милосердия когда люди бросают медя к нищему даже не подарив его взглядом однажды этот нищий слепец уже отказавшись от всякой надежды сидевший в пыли и грязи услыхал про человека нового пророка который творил чудеса по всей святой земле будь у него глаза он вероятно вскочил и побежал по всей стране разыскивая его но куда ему слепому было угнаться за бродящим чудотворцем вот он и остался на месте и от сознания того что есть некто кто бы его наверное исцелил и его отчаяние и тоска стали глубже еще еще мучительнее однажды он услышал что мимо проходит толпа причем шум этой толпы был не такой как обычно он разил как это бывает со слепыми особенно острый слух и особенную чувствительность превосходявшие наши потому что он спросил кто здесь проходит ему сказали иисуса назарета и он стал в состоянии крайней надежды и крайнего отчаяния надежды потому что Христос проходил тут рядом но в основе ее было семяще отчаяние потому что еще несколько шагов и он ощутится рядом с Артемеем а еще несколько шагов и он пройдет мимо и никогда скорее всего не вернется на эту дорогу не пройдет больше мимо слепца и в своей отчаянной надежде он закрещал Иисус сын Давидов помилуй меня это было настоящее исповедание веры только из глубины безвыходного отчаяния у этого человека могла появиться надежда столь дерзновенная что он поверил в исцеление и спасение и Христос услышал его есть степень отчаяния где оно соприкасается с надеждой полной и прекрасной это та точка когда углубившись в себя мы способны молиться и в этом состоянии сказать Господи помилуй вполне достаточно совсем не нужно читать сложные молитвы которые мы находим в молитвенниках достаточно просто закричать помоги и будете услышаны часто мы не находим достаточной интенсивности в нашей молитве достаточной убежденности достаточной веры это потому что наше отчаяние не глубоко мы хотим иметь Бога вдобавок ко всему тому что мы имеем мы хотим Его помощи но в то же время стараемся найти помощь всюду где возможно а Бога как бы держим прозапас для последнего рывка мы обращаемся к сильным мира сего к князьям и сынам человеческим и говорим Господи дай им силы чтобы помочь мне редко отворачиваемся мы от князей и сынов человеческих и говорим я не буду просить помощи у людей потому что хочу только Твоей помощи если наше отчаяние пришло из достаточной глубины если то о чем мы просим настолько значительно что равно сумме всех прочих нужд и потребностей тогда мы находим слова для молитвы и способны достичь ядра молитвы встречи с Богом и теперь еще о суете и шуме здесь мы вернемся к Вартемею он мы знаем кричал но что говорит Евангелие обо всех остальных они старались утихомирить его и мы можем представить себе всех этих благосестивых людей с хорошим зрением с сильными ногами здоровяков окружавших Христа говорящих о важных предметах о грядущем царстве о тайнах священного писания как они поворачивались к нищему слепцу и говорили успокойся почему ты не можешь успокоиться и замолчать что глаза что значит твои глаза когда идет разговор о Боге Вартемей как бы выскосил из окружения чтобы спросить Бога о чем-то чего он насущно жаждал нарушая церемониал и общую гармонию его немедленно отбросят в сторону его заставят замолчать заткнуть ему рот на Евангелии говорит что вопреки всем этим людям которые хотели заставить его замолчать он продолжал свое потому что это было для него чересюр важно чем больше они шикали на него тем больше он кричал я подхожу к тому что хочу сказать в Греции был святой по имени Максим который однажды зашел в церковь и услышал чтение послания где говорится что мы должны молиться непрерывно это так поразило его что он думал что только и будет делать что выполнять этот завет он вышел из церкви направился в соседние горы и стал молиться непрерывно греческий крестьянин четвертого века он знал отче наш еще несколько молитв и он все повторял и повторял их как он сам рассказывает и он все повторял и повторял их тогда он почувствовал себя очень хорошо он молился он был с Богом он был призван все оказалось было так прекрасно но солнце стало заходить раньше и понемногу холодело и темнело и ему начали слышаться странные звуки трещали сухие ветки под лапами диких зверей в темноте сверкали глаза хищников пищали малые зверьки попавшие в лапы к большим и тому подобное вот тогда-то он почувствовал что он действительно один одинешенек малое беспомощное существо в мире полном опасности смерти и убийства и никто ему не поможет если не сам Бог он больше не читал отче наши символа веры а поступил как в Артемей закричав Господи Иисусе Христе Сыне Божий спати меня помоги мне спаси меня спаси меня помоги мне защити меня так что на каждую сованую ягодку он произносил несколько молитв шло время через много лет он встретил старого опытного отшельника который спросил его как он научил молиться научился непрерывно Максим ответил думаю дьявол научил меня молиться непрестанно отшельник ему сказал я кажется понимаю что ты под этим подразумеваешь но я хотел бы увериться что понял тебя правильно Максим объяснил как он привык ко всем шумам и опасностям дня и ночи как затем пришли искушения искушения плоти искушения ума и чувства а потом жестокие атаки дьявола после этого он все минуты дня и ночи призывал господи спаси помилуй помоги 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 так прошло четырнадцать лет и однажды сам господь явился ему и с тех пор как господь явился ему мир тишина и покой воцарились в его душе страх исчез он уже не боялся больше темноты ни зарослей кустарника ни даже самого дьявола господь исцелил его от страха вот тогда то сказал Максим я понял что совершенно беззащитен слеп и беспомощен если сам господь не приходит мне на помощь поэтому когда я стал чист и мир был во мне и счастье я продолжал молиться господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня Максим узнал что только по милости Бога бывает мир в душе и сердце покой плоти и правильно направленная воля так Максим Николай научил молиться не для того чтобы преодолеть суету и хаос но вопреки им потому что суета и хаос настоящая опасность для человека если бы мы сознавали что находимся в гораздо большей суете и хаосе где всегда рыси дьявол стараясь поймать и погубить нас что каждое встрече с человеком есть суд есть кризис когда мы призваны либо принять Христа либо быть вестниками Христа для того человека с которым мы встретились если бы мы понимали всю значительность жизни всю ее смысловую нагрузку тогда мы оказались бы способными к непрерывной молитве и суета стала бы не препятствием но условием которое учит нас молиться когда у нас еще нет опыта и мы еще не умеем молиться от глубины души без какого либо побуждения без особого толчка к молитве если мы ничего не знаем о молитве если мы никогда в жизни не молились или мало молились как мы можем научиться молиться в тех условиях в которых живем я проводил опыты над этим в самых разнообразных ситуациях в те годы когда я был военным врачом 5 военных лет потом священником и знаю что это мне удавалось это удается когда мы достаточно просто чтобы выполнять указания а они таковы проснувшись утром вы прежде всего благодарите бога за это хотя бы вы не предвкушали никакой радости от грядущей на грядущий день этот день подарен нам вам богом порадуемся же ему и будем благодарны за этот дар сделав это обдумайте то что вы сказали что упознать истину этих слов и удостовериться в ней быть может то будет убеждение а не то что называется радость затем встаньте хорошенько помолитесь сделайте все что нужно и снова вернитесь к богу возвращайтесь к богу с двумя осознанными мыслями во первых поймите что вы для бога родное существо во вторых что этот день принадлежит богу что он абсолютно новый абсолютно свежий этого дня еще никогда не было прежде говоря с точки зрения русского он подобен пространству чистого только что выпавшего снега чистого и белого в его непревзойденной белизне никто еще не топтал этот снег он девственно чист и сверкает перед вашим взором а что дальше дальше вы просите бога благословить этот день нужно оттеснись к этому серьезно потому что часто говорим господи благослови а затем получив благословение поступаем как блудный сын собираем вещи и уходим в чужие края чтобы вести там распутную жизнь этот день благословен богом это день божий и мы входим в него с этим сознанием вы живите в этот день как посланник бога кого бы вы не встретили вы отнеситесь к нему как велел бог вам в этот день надлежит быть представителем отца представителем сына представителем духа святого и возвестителем евангелия такова ваша функция на этот день бог никогда не говорил что если вы живете во имя его то он в этот день будет распят а вы будете тем кто воскрес будьте готовы входить в положение в каждой создающейся ситуации во имя бога так как сделал сын божий со всем смирением готовы принять все унижения действуй ради истины и готовы к тому что тебя подвергнут самым настоящим преследованием обычно выполняя слово божие мы ожидаем немедленного и ослепительного результата как мы читаем иногда в жизни святых примеру кто-то бьет вас по щеке вы подставляете другую щеку хотя отнюдь не рассчитываете на вторую пощечину и вам кажется что обидчик воскликнет какое смирение так что вы получите тут же награду и спасете кстати душу того кто ударил вас но так не бывает вы должны платить за все и чаще всего вас здорово избивают главное чтобы вы были готовы к этому что же касается до того дня который вы приняли как божий день день благословенный богом и выбранный его собственной волей то в такой день всякий человек встреченный вами есть дар божий все события этого дня приятны они вам или отвратны горький или сладкий есть дар божий это день подарок бога если вы его так воспринимаете то вы можете достойно встретить всякое событие но тогда что бы ни случилось дурное или хорошее в этот день в который вы живете во имя бога потому что он пришел свежий и новый из руки его и был благословен чтобы вы прожили его во имя бога если вы действительно сможете достойно жить в этот день тогда слова молитвы и жизнь станут для вас как две стороны одной монеты вы живете и молитесь одним дыханием потому что все события дня следующее одно за другим нуждаются в благословении бога много лет назад я говорил это в тезе и сохранил связь тридцатью примерно девушками и юношами поддерживая с ними переписку одна из них написала мне я пробовал ложить по вашему совету я старалась изо всех сил у меня еще не было минуты когда бы я не молилась и не действовала я все время действовала и молилась но теперь я не могу слышать имени бога не могу терпеть подобную молитву я написал ей у вас несварение желудка надо и в молитве проявлять здравый смысл как его проявляет в повседневной жизни вы не можете никогда прежде не помолившись не молившись начинать с 18 часового диалога с богом и молитву без перерыва когда вам нужно делать и другие вещи но вы можете свободно выделить две или три минутки чтобы со всей силой вас звать к богу поднимите попросту глаза к богу и улыбнитесь ему бывают минуты когда вы должны честно признаться богу мне попросту нужно отдохнуть у меня нет сил все время быть с тобою что является чистой правдой у вас и теперь нет сил все время проводить с богом не скрывайте этого от бога он и так все знает и то что вы делаете или думаете для него совершенно прозрачно отойдите в сторону и скажите надо отдохнуть я хочу на время быть не такой святой таким способом вы можете отдохнуть и поглядеть на вещи которые тоже божии на деревья на дома и снова вернуться к богу если мы пытаемся молиться непрерывно вскоре мы терпим поражение но если мы разумно выбираем минуточки мы способны к молитве если вы будете так поступать вы научитесь молитве вы можете экспериментировать но помните что есть грех который отцы церкви называли духовной жадностью он заключается в том что вы хотите все больше и больше иметь бога хотя в данный момент вас следовало бы посадить на диету и дать вам немножко так как с вас и этого хватит распределение времени в современной жизни проблема времени и того как его распределить стало очень острой я не собираюсь убеждать вас что у вас достаточно времени и вы можете молиться если захотите я хочу показать как можно распределить время несмотря на тиски и свету современной жизни я избавлю вас от рассуждений как добывать добавочное время но скажу только что если мы будем меньше тратить время зря то у нас будет его больше если мы будем пользоваться теми крохами времени которые обычно зря растрачиваем чтобы вспоминать и молиться мы откроем что у нас много времени если вы подумаете о множестве свободных минут в дне когда мы делаем что-то потому что боимся пустоты и не любим оставаться наедине с собою мы поймем что есть много свободных минут которые могли бы принадлежать нам и Богу я хочу поговорить о чем то еще более важном это способ которым мы можем контролировать и останавливать время мы способны молиться только в состоянии устойчивости и внутреннего мира перед лицом Бога а такие состояния освобождают нас от чувства времени не объективного времени которое показывает часы а субъективного чувства что время бежит и нам некогда прежде всего я привлеку ваше внимание к тому что мы все знаем о чем честно говорим нет никакой необходимости бежать за временем чтобы поймать его оно не убегает от нас а бежит навстречу нам сознаете ли вы что следующая минута наступит или вы совершенно об этом не думаете она все равно придет к вам будущее все равно станет настоящим и это произойдет независимо от вашей воли так что нет никакой необходимости перескакивать из настоящего в будущее мы можем спокойно ждать его чтобы оно само пришло и таким образом может быть стабильными можем быть и все же двигаться по времени во времени потому что двигаемся двигается это оно а не мы вы вспомните как вы сидите в машине или в вагоне но не крутите баранку а спокойно смотрите в окно вы читаете вы думаете вы отдыхаете а поезд движется и в известный момент который только бы был будущим следующая станция или конечная остановка все равно приходит думаю это очень важно осознать мы часто делаем такого рода ошибку по отношению к своей внутренней жизни нам кажется что если мы будем торопиться мы ускорим приход будущего подобно человеку который пересел из последнего вагона в первый рассчитывая что этим сократит расстояние между Лондоном и Эдинбургом на подобном примере мы понимаем весь абсурд спешки но когда мы непрерывно стремимся опередить самих себя навершок мы не сознаем абсурдности нашего поведения между тем именно это мешает нам полностью находиться в настоящем и жить текущим мгновением а это по-моему единственное время в котором мы способны находиться потому что как бы мы не воображали что мы способны находиться потому что как бы мы не воображали что опередили время или себя этого не случается единственный результат этого ложного представления то что мы постоянно спешим но мы вовсе не двигаемся быстрее из-за своей спешки вы наверное это неоднократно замечали некто с двумя тяжелыми чемоданами бежит пытаясь загнать автобус он бежит на предельной скорости которая допускает тяжелые чемоданы и весь он подчинен желанию и порыву быть там где его нет вы также знаете что часто бывает когда вы гуляете в праздник вы можете идти весело бодро и живо если вы молоды то даже бежать но вы не спешите потому что в эту минуту играете роль играет само движение а не прибытие к цели это надо усвоить и для молитвы уметь находиться в настоящем обычно мы думаем и соответственно себя ведем будто настоящая есть только воображаемая линия между прошлым и будущим и мы непрерывно перекатываемся через эту линию наподобие яйца когда его катают по скатерти если вы катаете его оно катится непрерывно и никогда нигде не бывает у него нет настоящего потому что оно всегда устремлено в будущее не каждому удается испытать то что называется пограничными ситуациями в которых нам раскрывается многое но я хотел бы рассказать вам о нем в немногих словах о том что я однажды пережил так как оно было для меня очень полезно во время немецкой оккупации я был в сопротивлении и однажды спустившись в метро был схватен полицией это одно из самых интересных переживаний в моей жизни опуская все романтические подробности что случилось и как случилось я расскажу это в более обобщенно философском виде потому что это имеет прямое отношение к проблеме времени вот что произошло у меня у меня было прошлое и будущее и я быстро шел из одного в другое поспешно спускаясь с лестницы в метро вдруг кто-то положил мне руку на плечо и сказал стой предъяви документы в этот момент произошло многое во первых я начал думать очень быстро и чувствовать все с необычайной интенсивностью и я осознал все ситуации с такой отчетливостью которую никогда не испытывал на последних ступеньках метро на площади этуаль во первых я осознал что у меня нет прошлого потому что мое прошлое было такой штукой за которую меня бы расстреляли и так это прошлое мгновенно исчезло фальшивое прошлое которое я выдумал и о котором собирался говорить никогда не существовало я почувствовал себя ящерицей которую поймали за хвост и она убежала оставив хвост где-то что теперь ящерица это кончилось там где раньше начинался ее хвост тогда же я открыл очень важную вещь разумеется я не помышлял о философии времени в этот момент но то что я вдруг понял и сразу а потом постепенно осмыслил было у нас есть будущее только в той степени в какой мы можем предвидеть что последует то есть на минуту вперед задюем до того как мы дошли до него если вы не знаете что сейчас будет будущего у вас нет и вы похожи на человека стоящего в абсолютно темной незнакомой комнате вы стоите и есть только темнота которая давит вам глаза перед вами может быть нет ничего а может быть есть бесконечность это безразлично вы кончаетесь там где начинается темнота так я открыл что у меня нет и будущего тогда я понял что жить в прошедшем и будущем одинаково невозможно ящерица была без хвоста и темнота давила мне на глаза я понял что я внедрен в настоящий момент а все мое прошлое то есть все что могло быть было сконцентрировано в настоящем мгновении с такой интенсивностью и красочностью что это было опьяняюще и веселящим и это позволило мне случайно спастись поскольку дело касается времени я знаю что бывают минуты в которые не входя в детали чувствуешь настоящую минуту она здесь прошлое же безвозвратно ушло кроме тех его частиц которые входят со мной частью в настоящее а будущее так же неуместно потому что неизвестно осуществится ли оно это случается если вы попали в несчастный случай или в момент тяжкой опасности когда нужно действовать необычайно быстро у вас нет возможности уютно перекатываться из прошедшего в будущее вам приходится быть полностью в настоящем чтобы все ваше существо и вся ваша энергия решительно собрались в точке сейчас вы вдруг открываете что вы действительно находитесь сейчас вам известно как неощутимо тонко то что в геометрии называется линией плоскостью и вот эта тонкая линия не обладающая никакой толщиной это сейчас двигается или вернее время двигается под ним и все что могло быть будущим становится этим сейчас вот это состояние мы должны изучить и надо познать его в мирной жизни надо по-моему упражнять участь останавливать время и жить в настоящем в этом сейчас которое и есть мое настоящее и вместе с тем перенесение времени и вечности что мы можем сделать вот первое упражнение оно может быть осуществлено когда у нас нет никаких дел когда ничто не гонит нас ни вперед ни назад и вы можете уделить три минуты пять минут полчаса чтобы побыть на досуге и ничего не делать вы садитесь и говорите я сижу я ничего не делаю я ничего не буду делать целых пять минут а затем расслабьте мышцы непрерывно в течение этого периода для начала это пусть будет три минуты больше вы не выдержите старайтесь понять я здесь в присутствии Бога один а тут вокруг меня мебель и больше ничего я спокойно сижу никуда не двигаюсь и не спешу нужно заранее решить одну вещь в течение этих двух или трех минут когда вы учитесь тому что настоящее существует устройте так чтобы вас не отвлекали телефонные звонки стул в дверь или не охватил вас неожиданный прилив энергии чтобы вы не решили за эти минуты доделать все то что вы не доделали за последние 10 лет и так вы садитесь и говорите я здесь и вы остаетесь здесь если вы научитесь сделать это в свободные минуты и будете при этом спокойны счастливы и благодушны увеличьте время а потом прибавьте несколько минут вскоре вам придется принимать какие-то защитные меры потому что можете спокойно просидеть две минуты даже когда звонит телефон или стучат в дверь на 15 минут слишком долгий срок и для телефона и для человека стоящего за дверью успокойтесь сообразив что если вас не было дома никто бы не снял телефонную трубку и не открыл бы дверь либо если вы убедитесь в полезности этих упражнений и обладаете некоторой смелостью поступить и так как мой отец он вешал на дверь записочку не утруждайтесь стучать я дома на дверей я не открою это решительный способ люди сразу понимают такую формулу а если вы напишите будьте добры подождите пять минут доброта посетителей исчерпается за две минуты научившись этой стабильности и безмятежности поучитесь останавливать время не только тогда когда оно не торопится и само по себе остановилось но и в те минуты когда оно мчится и предъявляет к вам требования вот как это делается вы заняты чем-нибудь что вы считаете важным вы чувствуете что мир содрогнется если вы не доделаете своего дела и вот если вы вдруг скажете пора остановиться вы откроете много интересных вещей во первых вы узнаете что мир не содрогнулся и весь мир если вы можете представить себе весь мир в целом может подождать пять минут пока вы не занимаетесь им это очень важно потому что мы обманываем себя говоря я должен это сделать это дело милосердия это мой прямой долг нельзя оставлять его незаконченным между тем можно позволить себе передышку потому что по чистой лени вы оставите свое дело не молиться в любой ситуации в мире и что ничто не мешает нам молиться помешать молитве можно только то что вы сами позволяете себе быть в урагане или позволяете урагану бушевать внутри вас вместо того чтобы держать его за пределами своего я во внешнем мире вы помните рассказ из евангелия о буре на галилейском море христос спит в лодке а вокруг бушуют волны сначала апостолы гребут изо всех сил чтобы спастись потом они теряют надежду и буря которая бушует снаружи входит в их души страх смерть уже не вовне они вкрались внутрь тогда они обращаются ко христу то есть делают то что характерно для всех нас мы обращаемся к богу когда попадаем в тиски и пахнет трагической развязкой и негодуем что он так спокоен в рассказе евангелия это еще подчеркнуто тем что сказано как спал христос положив голову на возглавие какая обида они погибают а ему так удобно это в точности то что мы часто чувствуем по отношению к богу как смеет он быть блаженным когда я в тревоге и ученики поступают так как все мы и так часто вместо того чтобы сказать ты покоен ты господь скажи только слово и мой слуга будет исцелен скажи слово и все придет в порядок они трясут его чтобы разбудить и упрекают учитель неужели тебе нет нужды что мы погибаем христос отзывается он встает и говорит что вы так повезли как у вас нет веры и отвернувшись от них устремляет свою внутреннюю тишину свою гармонию и свой покой на бурю сказав умолкни перестань и все становится спокойным это и мы в состоянии сделать и должны уметь это делать но это требует систематической умной тренировки точно такой как мы тренируемся делать другие вещи учитесь владеть временем и вы получите способность чем бы вы не занимались каково бы ни было напряжение буря трагедия или просто суета в которой мы постоянно живем сохранять внутреннюю тишину быть спокойным и неподвижным в настоящем мгновении лицом к лицу с Богом в молчании или в словах молитвы если вы употребляете слова то вы можете принести Богу все что видите вокруг себя всю штормовую бурю если вы молчите вы погружаетесь в покой в центре циклона и пусть штормовая буря неистовствует вокруг нас вы остаетесь там где пребывает Бог в единственном месте полной стабильности но это место полной стабильности не есть уголок где ничего не случается это место где сходятся все разнонаправленные напряжения и уравновешивают друг друга в могучей руке господа настоящее молчание бывает иногда невообразимо интенсивно у него есть объем и оно обладает реальной жизнью я помню место из жития святых отцов пустынников один из которых попросил другого произнести проповедь для приезжего к ним епископа а тот сказал нет я не буду говорить ибо если мое молчание ему ничего не говорит мои слова уж наверное пропадут впустую об этом молчании нам следовало бы узнать или научиться ему как к нему подступиться все что я могу это рассказать притчу или дать образ основанный на наблюдении за птицами если вы хотите наблюдать птицы в лесах или полях надо раньше их проснуть мы должны подготовиться чтобы быть чуткими настороженными живыми и абсолютно победившими сонливость для того как проснется первая птица надо пойти в лес или поле и пристроиться там в кустах затаившись быть совершенно тихим молчать и сидеть без всякого напряжения расслабив мускулы чтобы не шелохнуть и не спугнуть птиц с их чутким сном иначе они спорхнут и улетят вдаль где вы их не найдете и не увидите наблюдение за птицами требует с одной стороны тишины с другой большой чуткости потому что если вы сидите притаившись содремлете и досматриваете сны которых не успели увидеть потому что рано проснулись вы очнетесь когда все птицы уже давно разлетятся а солнце припекает вам в спину важно чтобы вы были чуткими и бдительными и в то же время не напряженными тихими а это есть созерцательная подготовка к созерцательному молчанию очень трудно сохранить баланс между чуткостью такого рода что позволит вам совершенно непредубежденно свежими глазами свободными от готовых мнений предрассудков получить полноту сведений о том что вам откроется сейчас и тем полным покоем и тишиной которые позволят вам всю сумму наблюдения не вписывая себя в общую картину потому что это то есть вы с вашими впечатлениями и переживаниями исказила бы достоверность картины мы должны научиться слушать тишину и быть абсолютно спокойными и тогда гораздо чаще и чем мы думаем будем узнавать как осуществляются слова откровения все стою у двери и стучу в следующей главе мы рассмотрим основные условия молитвы то есть обращение к Богу чтобы быть услышанными им обращение к Богу в этой главе я хотел бы сказать несколько слов о том моменте когда мы находимся в особом состоянии делающим молитву действительно возможной и живой из всего вышесказанного и из тех предпосылок которые оставались фоном следует что молитва есть способ которым мы входим в общение с Богом живым бывают такие моменты когда это общение становится действительно живым поскольку речь идет об общении я хочу начать с того что относится к общению между людьми равно как и к общению с Богом общение связь становится личной и реальной в тот момент когда вы выделяете человека из толпы это бывает когда человек становится единственным в своем роде кто-то говорил об анонимном обществе в котором люди называются не по именам и фамилиям различаются не качествами а личностными свойствами но обозначаются общими групповым признаками например плательщики налогов и тому подобное в наших отношениях с людьми часто присутствует элемент анонимности они мы говорим в третьем лице когда чувствуем что кто-то может быть легко заменим кем-то другим потому что связь с таким человеком относительно функциональна а одна функция замещается другой в то время как личность не может быть заменена никакой другой по-русски я бы сказал что отношения становятся реальными и живыми когда мы начинаем думать о человеке в терминах не пустого вы а ты это не требует изменения языка это внутреннее изменение вы отлично знаете что можно быть в отношениях я и ты или иметь отношение я и оно молитва начинается когда вы перестаете думать об удаленном Боге в терминах он всемогущий и тому подобное а он становится для вас ты то есть из отношения в третьем лице он переходит на отношения первого и второго лица возьмите например книгу Иова где на лицо имеется конфликт возьмите множество других случаев в священном писании в жизни святых и грешников когда в них бывает напряженная и яростная очная ставка такое всегда бывает личностным молитвы нет пока имеется осторожное отдаленное и холодное отношение пока между нами и Богом есть церемониал пока мы не научимся говорить с ним а проходим через длинные серии слов и действий но наступает миг когда мы порываемся сквозь все это и заговариваем с ним в терминах я и ты мы говорим я и надеемся увидеть в нем ты пусть это будет невежливо не царственное вы а простое и единственное ты есть еще один момент в близких и теплых человеческих отношениях момент когда мы находим имя человека я говорю не об общем термине лишенном значения но о том когда мы замечаем как личность соотносится с именем вы знаете насколько личностным в положительном и отрицательном смысле бывает прозвище прозвище способно раздавить нас исключить из общения разрушить все что было между двумя лицами но оно может быть именем которое употребляет только двое или маленькая группа людей так тесно связанных друг с другом что прозвище полно значения для каждого из них потому что оно в высшей степени лично чем более оно абсурдно тем более и личностно потому что никто не носит его кроме вас фамилия часто кажется нам чем-то чужим чуждым вроде общего понятия как например человечность так много людей имеет одну и ту же фамилию если внимательно присмотреться к человеческим отношениям мы увидим что фамилия есть признак общности из поколения в поколение вглубь истории люди которые нам единокровны все наследство в нашей крови в наших костях в нашем мозгу носили эту фамилию они связывают нас со многими поколениями людей часто и с будущими людьми и через различные семейные брачные связи образуют сеть тесно связанных между собой людей если вместо того чтобы думать о фамилиях вы подумаете о наследственности и генеалогии разве это не то что мы находим в двух евангелиях относительно Господа нашего Иисуса Христа не на то ли указывает генеалогия не на связи с поколения в поколение с конкретными людьми фамилии мы имеем можем относиться с огромным интересом потому что в одном коротеньком слове заключается наше прошлое если с такой точки зрения мы посмотрим на других людей фамилии приобретут новую жизнь вместо того чтобы быть признаком единственности особенно единственности в отношении нас как бывает прозвище фамилия внезапно свяжет нас через это единственное существо с целым миром людей есть еще и христианское имя которое дается нам при крещении через это имя Бог завладевает человеком христианское имя соединяет человека с Богом потому что получая имя мы умираем со Христом и воскресаем с Ним но еще оно соединяет человека со множеством людей которые носили это имя а еще с тем кто впервые сделал это имя языческое имя христианским с первым святым принесшим это имя в церковь у нас есть еще одно имя но мы его не знаем вы помните в апокалипсисе сказано что в царстве Божьем каждый получит белый камень на котором будет написано имя это имя известно только Богу и тому кто получит его это не прозвище а слово выражающее всю нашу сущность оно совпадет с нами оно есть мы мы почти что можем сказать что это слово которое произнес Бог когда пожелал чтобы мы появились на свет это имя есть мы сами таковы как мы есть это имя выражает нашу абсолютную и неповторимую единственность в отношении к Богу никто не может знать это имя как никто не может в конечном счете кого-либо знать так как его знает Бог а ведь из этого имени проистекает все что известно о нас вы пожалуй удивляетесь что я сосредоточился на именах это случилось потому что наша молитва связана с Богом она наша личная связующая нить с ним связывающая и со всем внешним миром но когда мы молимся за кого-либо другого или за весь мир мы называем Богу имена и ничего больше эти имена бывают полозначения или лишены всякого значения в зависимости от того умеем ли мы понять глубину того что произносим если мы называем имена перед лицом Бога не чувствуя имени просто называя имена как ярлыки лишенные глубины наша связь низкого качества если мы называем имя вкладывая в него хотя бы часть смысла которые я пытался раскрыть тогда наша молитва становится не только поднесением Богу названного нами человека в открытых наших руках но она связывает нас с человеком не только сочувствием и любовью но более глубокой связью тождественности солидарности объединения что уже имеет совершенно иное качество вопрос об имени имеет и другую сторону пока мы не нашли настоящего имени для Бога у нас нет свободного реального радостного и открытого доступа к Нему пока мы называем Бога общим термином Вседержитель или Господь Бог мы делаем его имя анонимным и мы не можем употребить это имя как личное но бывают моменты когда святые отцы внезапно произнесили нечто что было похоже на прозвище чего никто другой не мог произнести что было на границе возможного и невозможного а становилось возможным только потому что между ними и Богом была настоящая связь вспомните псалом когда после ряда сдержанных выражений Давид внезапно восписает о ты радость моя в этот момент весь псалом обретает жизнь сказать о ты господь или о ты вседержитель или нечто подобное равносильное тому чтобы излагать Богу факты о нем давно ему известные но когда вдруг вырывается о ты радость моя это нечто совсем иное если вы можете сказать Богу радость моя или горе моей жизни ты который стоит в центре всего как мучение как вопрос как камень прескновения когда вы обращаетесь Богу со страстью вы установили с Ним молитвенные отношения очень очень важно понять каждому из нас если у нас слова есть ли и имена с которыми мы знаем по опыту можно обратиться к Богу имена со временем изменяются иногда мы замечаем одну сторону отношений с Богом бывает что получают преобладание другие аспекты точно так как в дружеских или любовных отношениях мы не останавливаемся на одном единственном слове чтобы называть близкого человека но употребляем множество слов с различными оттенками смысла у нас есть слово Седержитель Господь Творец и у нас есть еще простое имя Иисус которое назвал бы христианским именем звучит немного странно что у Христа было христианское имя но я надеюсь что вы поймете что я хочу сказать это мне напоминает о споре который был у одной моей прихожанки с мужем не христианином он потратил 40 лет пытаясь сказать ей что христианство ничего не стоит и однажды она в отчаянии сказала как ты можешь такое говорить когда Бог был евреем а потом уже стал христианином то что я говорю что Иисус христианское имя может напомнить вам об этом примитивном подходе но в то же время это человеческое имя и было оно самым первым вписанным в христианские святцы если вы вспомните об этом вам оно напомнит о той близости которая существует между ним и нами и тогда вам станет яснее вы поймете почему многие поколения укреплялись этим именем это вероятно не потому что апостол Павел сказал дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено потому что хотя это правильно это еще не делает имя любимым и теплым равносильно говорить о вседержителе или о Господе но имя Иисуса живое реальное личное имя и вы можете найти много других имен я уверен что если вы когда нибудь воскликнете о ты радость моя или нечто в этом роде это будет момент когда у вас возникнет связь с Богом совершенно личная и только ваша я не хочу сказать что вы не желаете ее делить ни с кем у вас есть слова к Богу принадлежащие всем но если слова принадлежащие только мне или только вам подобно тому как в отношениях между людьми имеются христианские имена имеются и прозвища хорошо если у вас есть для Бога прозвище которым вы можете называть его в которое вы вложили всю глубину вашей любви всю теплоту на которую вы способны такое прозвище стало бы вашим способом выразить следующую мысль в моей единственности и неповторимости это тот способ которым я выражаю твою Божью единственность и неповторяемость в процессе выяснения в каком отношении вы находитесь к Богу до какой степени вы чужак вы доходите до порога когда начинает стучаться в дверь все сильнее углубляясь в себя и наконец находите дверь куда можно постучать и она откроется но тогда надо иметь имя чтобы называть им Бога вы должны в этот момент назвать имя чтобы показать что это вы искавший и ищущий Бога а не неопределенное и изменчивое человеческое существо которое ищет безличного Бога в процессе поисков вам придется испытать боль тоску надежду предвкушение всю сумму человеческих чувств Бог будет тем кого вы желаете и он не будет недоступным он будет тем кому вы от всей души стремитесь и тем кто вызывает протест потому что он уклоняется от вас и тем кого вы не можете простить потому что он не отвечает на ваши призывы из этих поисков будет постепенно выплывать слова которые вы можете сказать Богу исходя из собственного опыта в поисках Грааля эти слова будут вашими собственными вы откроете что ваши слова совпадают со многими уже произнесенными другими людьми и они перестанут быть чужими словами они станут общими словами вашими и ваших предшественников и в то же время подлинно вашими только не употребляйте слов расхожего словаря слов вам не принадлежащих когда вы услышите как на двери бьется цепоська когда у вас появится чувство что вот-вот она откроется тогда произносите собственные слова и называйте Бога именем которое он получил в вашей собственной жизни в этот момент вы встретите его в обогащенных отношениях которые потом последуют у вас будет много времени чтобы найти новые слова и отказаться от слов ненависти и душевной боли подобно мученикам из апокалипсиса вы скажете праведны и истинны пути твои 15.3 эти слова смоют все слова горечи упреков все имена с жестоким звучанием но вы сохраните все слова и все имена которые имеют личный признак ваши собственные слова а они то и являются признаками реальных связей и реальных отношений с Богом живым то что я сказал о школе молитвы является я полагаю достаточно реальным и вы можете испробовать такой путь конечно есть еще многое что следует сказать о некоторых вещах и еще больше о других но испробуйте указанный путь и вы убедитесь что это не напрасная трата времени ищите имя потому что если у вас не будет имени никто не отзовется и это неудивительно ведь без имени нельзя никого призвать